В этот день, 31 октября 1811 года, нового стиля, состоялось открытие императорского царско-сельского лицея. 31 октября 1961 года ночью тело Иосифа Сталина было убрано из мавзолея на Красной площади. Это был важнейший этап десталинизации в Советской России. В этот день, 31 октября, родились святой праведный Иоанн Кронштадтский, Александр Олейхин, русский шахматист, четвертый чемпион мира. Про Александра Олейхина уже при жизни ходило немало баек, легенд и прочих салонных анекдотов. Скажем, этот эпизод произошел во Франции. В одном из шахматных клубов объявился некий самодовольный господин, который обещал выиграть у любого. Русскому чемпиону, которого он не узнал, он даже предложил партию с форой, то есть чтобы француз играл без одной ладьи. Олейхин первую игру сдал, а второй раз и сам дал преимущество сопернику, тоже пожертвовав ладью. И вот теперь без целой фигуры победил уже русский. История повторялась несколько раз. Тот, у кого не было ладьи, неизменно выигрывал. Олейхин объяснил эту ситуацию так, что, по его мнению, без одной фигуры играть проще, ладья только мешает. И с тем оставил французам морщить лоб над шахматным парадоксом. Александр Олейхин не был образцом нравственности. Всю вторую половину жизни его постоянно окружали скандалы. Но он был просто гениален. Он выделялся даже среди лучших шахматных светил 20 века. Первый русский чемпион в эту древнейшую игру. Человек, который поставил рекорд своего времени в игру вслепую. Однажды в Америке он ушел из зала и из другого помещения по памяти начал вести игру сразу на 32 досках. И он был способен еще на многие фокусы. Все началось с первого по-настоящему крупного турнира в Петербурге зимой 1913-14 годов. Молодой русский в форме студента-правоведа был в окружении лучших гроссмейстеров мира. Первое место занял Ласкер, действующий чемпион мира. Потом был кубинец Капабланка. Третьим шел Олейхин. Именно в таком порядке они и будут примерять на себя корону чемпиона мира. Причем в частных беседах русский 20-летний мастер уже тогда предвидел свою схватку с Капабланкой, которая станет самой драматичной в первой половине 20 века. Как только кубинец стал шахматным чемпионом, он выдвинул почти невыполнимые условия для претендентов на титул. Те должны были собрать 10 тысяч долларов, чтобы бросить ему вызов. В 1920-е годы это было целое состояние. Олейхин несколько лет ездил с показательными матчами, тут и там собирал деньги. Наконец он договорился с правительством Аргентины, чтобы оно приняло у себя встречу двух шахматистов. Капабланка с легкостью согласился на матч. Была еще одна толкость игры. Кандидат должен был шесть раз выиграть у чемпиона, а тот был в такой форме, что вообще проигрывал крайне редко. К тому же и русский кубинец прежде пять раз садились играть, и Олейхин ни разу не вышел победителем. Ставки на Капабланку были 10 к 1. Никто не верил в русского. Первую игру Олейхин неожиданно взял. Потом начались неудачи. Несколько недель тягомотных игр, которые услугубила болезнь претендента. У Олейхина была воспалена челюсть. Наконец он приказал удалить себе сразу шесть зубов, чтобы не мешали, и тут же сел за доску. Капабланка был впечатлен этой решимостью, и он стал проигрывать. В Буэнос-Айросе толпа буквально вынесла на руках нового чемпиона. А тот довольно пошутил. Я отомстил Капабланке. За каждый вырванный зуб я выиграл у него партию. Олейхин был в зените славы. Чемпион охотно ездил и играл по всему свету. Мало кто сделал столько для популяризации самой умной в мире игры. Но потом с ним случился спад. Не в последнюю очередь из-за сложных отношений с Родиной. После того, как Олейхина чуть не расстреляли в революционной Одессе, он бежал во Францию. Он не был трусом и принял участие в качестве фронтового медика в двух мировых войнах. Однако, когда нацисты оккупировали Европу, он вынужден был играть под флагом Рейха. По его словам, он боялся заучить своей жены с еврейскими корнями. И этого ему и простил шахматный мир. В 1946 году Олейхин должен был прибыть в Лондон. Близилась встреча с шахматным претендентом из СССР Ботвинником. Но горничная заштатная португальская гостиница однажды нашла его мертвое тело. По таинственной причине он ушел из земной жизни прямо за игровой доской. Это был единственный человек, который умер, так и не потеряв титула шахматного чемпиона. Редактор субтитров А.Семкин